Белый, бурый, золотистый, длинный, круглый и шлифованный. Это все о нем, о рисе. Полки магазинов пестрят разнообразие видов и в принципе понятно почему. Зерно сытное и простое в приготовлении. Но как не потеряться в ассортименте и выбрать правильнее, так чтобы из рисовой каши получилась каша, а не размазняк. Давайте разбираться. Это проект «Еда для меня», в котором мы выясняем всю правду о правильном питании и полезных продуктах. Для чего рис шлифуют, пропаривают и замачивают? Что не так с привычным нам белым рисом? Почему не стоит злоупотреблять рисовым гарниром и в чем секрет настоящего афганского плова? Об этом и другом далее в выпуске. Рис. Самый распространенный на планете злак и не зря у него есть свой день. Вот уже более 70 лет его празднуют 20 сентября. История риса началась около 10 тысяч лет назад в Азии. Огромную пользу зерновой культуры для человека отмечают и японцы, которые употребляют блюда из риса ежедневно. Исторически зерновая культура занимает особое место в восточной кухне. Одно из мультикультурных азиатских блюд, конечно же, плов. Светлана – женщина ашпас. Уже несколько лет она профессионально готовит ташкентский, афганский, чайханский, ферганский, самаркандский пловы. Бухарский ашесофит и даже плов бухарских евреев. Главное – выбрать подходящий рис. Вот, смотрите. Видно же, да, что он разный абсолютно. Вообще, самый капризный – вот он. Девзира, он очень сильно ферментированный. Больше из всех пьет воду и готовится дольше, чем тот же лазер или басмати. Самый длинный – это басмати. Он идет только в длину, только в длину. И даже чем-то напоминает вермишель. Но он очень вкусный. А бывает такой басмати, что он и утолщается, и удлиняется, где-то что-то ломается. Но не есть хорошо для афганского плова. Например, для ташкентского плова лучше выбрать рис лазер. Он не крошится во время готовки и остается рассыпчатым. Для ферганского подойдет красный рис Девзира. Имеет большую плотность, хорошо впитывает в жидкости запах. А вот для афганского плова Светлана выбирает рис с мелкими зернами – сорта басмати. Дальше нарезает мясо и готовит отдельно зирвак. Пряную обжаренную смесь из моркови, мяса, лука и специй, в которой будет купаться рис. Когда мясо покрылось румяной корочкой, ашпаз заливает его водой и тушит полтора часа, пошагово добавляя овощи и пряные ингредиенты. Готовится такой плов не менее трех часов, но это того стоит, уверяет Светлана. Традиционный вкус достигается за счет набора конкретных продуктов и точного следования старинной рецептуре. На сегодняшний день существует сотни сортов риса и всего несколько способов его обработки. Не шлифованный буры – цвет обманчив, перед вами все тот же белый рис. Просто его не подвергали обработке, во время которой полностью удаляют отруби, то есть оболочку зерна. Пропаренный золотистый – такой рис перед упаковкой обрабатывают паром, сушат и шлифуют. После обработки зерна становятся желтоватыми или прозрачными, сохраняются до 80% полезных веществ, которые есть в оболочке. Белый шлифованный – самый популярный, но, увы, не равно полезный. Есть правило, чем меньше зерно обрабатывали, тем оно полезнее. Калорий в белом шлифованном сорте больше, чем в макаронах. Поэтому специалисты рекомендуют при диетах и фитнес-нагрузках о таком рисе лучше забыть. Мы должны выбирать те злаки, в которых будет много минеральных веществ, много витаминов группы В, много клетчатки, и чтобы в них был более-менее по полноценности белок, в котором больше будет незаменимых аминокислот, которые организму будут все же больше потреблять. Медэксперты добавляют – белый шлифованный рис может навредить не только фигуре, но и здоровью. В особенности людям с сахарным диабетом и избыточным весом. Потому что данный продукт имеет высокий гликемический индекс, конечно, это высокий подъем уровня сахара крови, уровня глюкозы крови, и, конечно, дает прекрасно быстро сытость, чувство насыщения, но, тем не менее, у данной категории пациентов данный продукт, конечно, целесообразно избегать. Диетологи же рекомендуют выбирать рис темного цвета. Как цельнозерновой продукт он сохраняет полезные вещества, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также выводит холестерин. К тому же, бурый рис, действуя как природный абсорбент, улучшает состояние почек и печени, очищает сосуды и мочеполовую систему. Чтобы рис сохранял возможно больше полезных свойств, принято его лучше не варить, а готовить на пару. И есть, если мы отличаем рис по форме, то есть длиннозерные, круглозерные и среднезерные. Длиннозерные очень хорош для плова, круглозерные для каши, а среднезерные подойдет тоже для каши и для суши. При приготовлении рис впитывает в 3-4 раза больше воды, чем весит сам. Для получения рассыпчатых зерен к стандартным рекомендациям можно добавить еще часть воды. Например, если для варки крупы требуется 2 стакана воды, можно варить в 3 стаканах. Это золотое рисовое правило, по уверениям Ашпаза, работает со всеми блюдами, кроме клоуа. Если вы замачиваете рис, а его надо замачивать, когда вы начали готовить мясо, то я рекомендую уже потом, когда вы будете готовить его в зирваке, зирвак это основа для риса, не злоупотреблять водой. То есть он у вас уже напился воды и без того, а вы еще его зальете водой, и будет каша. Впрочем, какой рис вы бы не выбрали для своих блюд, важно знать несколько простых правил, которые помогут не купить кота в мешке. Стандартная ГОСТовская крупа – белая с желтоватым оттенком. Допускаются любые другие оттенки. Поэтому в упаковке такой крупы мы смотрим, чтобы было как можно меньше ядер, пожелтевших с красными полосками, красных ядер, меловых по цвету похожих на мел, глютинозных восковидных ядер. В последнее время все большую популярность набирает рисовая мука. Она востребована среди приверженцев здорового образа жизни. Марина Белова – учитель истории, сладкое хобби, как вторая профессия. Привычную пшеничную муку для семейного стола давно заменила на рисовую. В приготовлении она тоже, наверное, необычна из-за своих полезных свойств, но из-за необычного белого цвета, потому что получаемый продукт тоже получает вот такой интересный оттенок. Рисовая мука богата белками растительного происхождения, которые по своему составу схожи с белками гречихи. Она содержит в себе массу ценных веществ – фосфор, лицетин, фитин и витамины группы В. В рисовой муке меньше жира в два раза, чем в привычной пшеничной. Это очень хорошо. Она не содержит глютена. В ней много калия, фолиевой кислоты и также много витаминов и минералов, которые содержат и рис. К слову, приготовить из рисовой муки булочки или хлеб будет проблематично, так как рис практически не содержит клейковину. Но для несложной домашней выпечки она подойдет идеально. Одно из быстрых и любимых блюд в семье Марины – вафли из рисовой муки. Для теста используются творог, сахар, яйца, растопленное сливочное масло, разрыхлитель и рисовая мука. Вафли выпекаются до румяной корочки и подаются к столу с кремом, шоколадом, джемом или фруктами. Просто вкусно и полезно. Кстати, рис обладает хорошей хранимоспособностью. Например, шлифованный целый хранится более полутора лет. Поэтому продукт часто покупают впрок. Место для хранения должно быть сухим и темным, а хранить продукт лучше в герметичной емкости. Какой бы злак вы не предпочли – выбор за вами. Главное – будьте здоровы и приятного вам аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова